Именно в безмолвии находится сила. Высшее учение в этом мире – это безмолвие. Не существует ничего более высокого, чем безмолвие. Когда я начинаю говорить, многим людям становится интересно, почему я делаю такую большую паузу между фразами. Некоторые могут подумать, что я подыскиваю слова, обдумывая, что сказать дальше. Но я делаю это намеренно, ибо истинное сообщение передается в паузе между словами, в безмолвии. Реальные слова, реальная сила находятся в промежутке между предложениями. Вдумайтесь в это. И это очень важно. Зачем идти дальше и дальше, рассказывая различные истории и давая наставления? При таком подходе в конце занятия вы забываете то, о чем я говорил вначале. Слово идут сплошным потоком. Они идут, идут и идут. И, конечно, когда вы уходите отсюда, вы забываете все, что было сказано. И еще раз. Высшее учение в мире – это безмолвие. Преданный, который сидит рядом с мудрецом, очищая свой ум только за счет своего пребывания здесь или пребывания с мудрецом. При этом ум очищается автоматически. Не происходит никакого обмена словами. Слова вообще не произносятся. Безмолвие – это окончательная реальность. Подумайте, ведь все в этом мире существует через безмолвие. Например, вы растете и из ребенка становитесь зрелым человеком. При этом нет никакой суеты, нет никаких разговоров об этом. Это просто происходит. Это происходит само по себе. Вы с этим не имеете абсолютно ничего общего. Все разговоры мира не сделают так, чтобы вы остались подростком. Желая остаться подростком и не стареть, вы можете читать мантры и произносить заклинания. И, конечно, вы будете делать всевозможные подтяжки лица и тел. Вы будете искать источник молодости. Тем не менее, в этом самом безмолвии вы будете продолжать расти, взрослеть. И будет казаться, что вы становитесь все старше и старше. Все находится в безмолвии. Мир, в котором мы живем. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, что происходит. Мы не можем чувствовать, как Земля движется в пространстве. Тем не менее, все так тихо, так спокойно. Там, где шумно, там смерть. Там, где безмолвие, там жизнь. Безмолвие не означает простое молчание. Истинное безмолвие – это когда вы идете глубоко-глубоко внутри себя. К тому месту, где ничего не происходит. Где вы превосходите время и пространство. И войдете в совершенно новые измерения, где ничего нет. Вон, где находится вся сила. И это ваш настоящий дом. Это ваше место. Оно в глубоком безмолвии. Где нет ни хорошего, ни плохого. Ни правильного, ни неправильного. Где никто не пытается стать просветленным или самореализованным. Где никто не пытается чего-то добиться. Просто бытие. Чистое бытие. Не быть тем и этим. Не быть чем-то. А просто быть. Даже не быть вашим истинным «я». Ибо на самом деле нет никакого истинного «я», которым нужно было бы стать. Я не буду говорить, что вы уже есть истинное «я». Потому что в действительности вообще нет истинного «я». Это просто еще больше слов, предназначенных для того, чтобы попытаться объяснить, что есть Бог, что есть чистое осознавание, что есть абсолютная реальность. Мы называем это истинным «я». Но что вам эти слова? Что они значат для вас? Они даже преграждают вам путь. Вы должны добраться до точки, в которой вы прекратите использовать так много слов. Используя свой ум, вы действительно можете сделать многие вещи. С помощью вашего ума вы можете сделать в этом мире множество замечательных вещей и множество ужасных вещей. Но разве это то, что вы действительно хотите делать? Ум – это часть мира. Ум – это майя, иллюзия. Ум связывает вас с миром майи. Поэтому, используя свой ум для великих совершений, вы все больше и больше запутываетесь в мае, в иллюзии. Я оценил то, что многие из вас хотят совершать великие дела. Но вспомните историю. Посмотрите на этот мир. Было множество людей, которые пытались совершать великие дела. Где они сейчас? Где их достижения? Все пошло прахом. Вы можете сказать – посмотрите на все научные достижения человечества. У нас есть автомобили. У нас есть электрические консервные ножи. У нас есть лифты. У нас есть прекрасная одежда. И что все это дало нам? Большинство животных живет лучше нас, потому что они свободны. Мы связаны нашим имуществом. Мы связаны нашей работой. Мы привязаны к нашим родственникам. Мы связаны нашими убеждениями. Если вы будете искренними сами собой, то увидите, что вы находитесь в полном рабстве. Вы совершенно не свободны. Вы говорите о свободе. Свобода означает, что ваш ум перестал думать. Когда нет мысли, тогда вы свободны. Пока есть мысли, вы никогда не можете быть свободны. Конечно, среднему человеку кажется, что иметь острый ум – это прекрасно. Острый ум дает возможность создавать великие творения в этом мире. Быть хорошим архитектором, возводить небоскребы высотой в тысячи этажей, строить красивые дома. На первый взгляд это кажется великолепным. Но что останется у вас, когда пройдет 200-300 лет? К тому времени на этой земле появится новая цивилизация, а от ваших творений останется только щебенка. Все, над чем вы работали, все, чего вы достигли, все, что вы могли сделать, будет уничтожено целиком и полностью. Абсолютно. Другими словами, вы и потратили ваше время впустую. Я уже рассказывал вам историю об археологах, которые лет 50 назад вели раскопки развалин древнего города в Египте. Когда-то это был большой, оживленный город. Веленький город с прекрасной архитектурой, замечательными зданиями и сооружениями. Археологи рассказали, что в результате раскопок, которые продолжались в течение многих месяцев и даже лет, они наткнулись на надпись. От всего города осталась только одна надпись. И эта надпись гласила «И это мой прекрасный город, названный так-то и так-то. И этот город будет жить вечно». И единственное, что осталось на месте этого города, это щебень и песок. Ничто не живет вечно. Изменения – это единственное в этом мире, что существует вечно. Только изменения существуют вечно. Все изменяется. Тем не менее, вы здесь. Вы не стремились попасть сюда, попасть на эту землю. Вы не просили, чтобы вас сделали мужчиной или женщиной. Вы не просили, чтобы у вас были те переживания, через которые вы проходите. Хорошие это переживания или плохие. Но все же вы проходите через определенные переживания. Тем не менее, вы достаточно эгоистичны, чтобы верить, что у вас есть сила, чтобы изменить эти переживания. Вы не допускаете, что все предрешено. Вы не хотите в это верить. Еще до того, как вы пришли на эту землю в телесной оболочке, все для вас было заранее разложено по полочкам. Все ваше пребывание на этой земле было распланировано еще до вашего прихода сюда. День, в который вы родитесь в теле. Переживания, которые вам суждено испытать. И, наконец, день, когда вы покинете тело. Большинство людей это кажется странным, потому что они никогда не исследовали этого. Они никогда не обращались внутрь себя, туда, где находится истина, чтобы выяснить для себя, чем они на самом деле являются и что представляет из себя вся эта жизнь. Большинство людей рождается, они получают определенное воспитание, они исповедуют определенную религию, у них есть какие-то занятия, какая-то работа, они живут в определенных городах. Они идут по жизни, пытаясь заработать много денег, пытаясь стать здоровыми, стараясь выглядеть как можно красивее, но их жизнь проходит, они стареют и умирают. Что общего все это имеет с безмолвием? Все. Это когда вы начинаете понимать, что слова и дела бесполезны, неважно, хорошие это дела или плохие. Единственная свобода, которая у вас когда-либо будет, это пойти глубоко в тишину. И вы преобразуете в сиренную, в ваше тело и ваши дела. Вы выходите за пределы всего этого. Вдумайтесь в это. Помните, что я не провожу с вами бесед и не читаю вам проповедей. Я не мудрствую. Я не пытаюсь продемонстрировать вам свое красноречие. Я здесь не для того, чтобы что-то делать. Я просто нахожусь здесь. Один Бог знает почему. И вы тоже находитесь здесь. Что это значит? Абсолютно ничего. Это вообще ничего не значит. Если вы ищите смысл жизни, то вы постоянно будете разочарованы, ибо жизнь не имеет никакого смысла. Я знаю, некоторые из вас оскорбляются, когда я говорю об этом. Ваше эго говорит вам, «Я пришел на эту землю, чтобы вершить великие дела. Я пришел на эту землю, чтобы помогать бедным, чтобы совершать великие поступки». Люди делали подобные вещи с незапамятных времен. И посмотрите, в каком состоянии находится сегодня мир. Где покой? Где великие достижения? Почему до сих пор у нас существует бесчеловеченность человека по отношению к человеку? Почему все эти мерзкие вещи до сих пор происходят в этом мире, несмотря на то, что на протяжении всей мировой истории были великие души, великие люди, которые пытались сделать этот мир более подходящим для жизни? И тем не менее, кажется, что он становится еще хуже. Каков ответ на этот вопрос? На этот вопрос нет ответа. Смотрите, вы всегда что-то ищите. Вы хотите получить ответ. Вы хотите знать, что делать. Вы хотите получить решение. Вы хотите участвовать в движении. Вы хотите отстаивать свои права. Все эти вещи препятствуют вашей реализации истины. Все это абсолютное ничто. Все ваши потребности, все ваши желания, все ваши стремления не дают вам стать ничем. Только тогда, когда вы станете ничем, тогда вы станете чем-то. Но стать ничем это не так-то просто. Это означает, что вы должны отказаться от всего, за что вы держитесь. От всего. Это означает, что вы должны отпустить все ваши убеждения, все ваши предвзятые идеи, все ваши концепции, все ваши «я» и «мне». Все это должно уйти. И не ищите ответов. Это худшее, что вы можете сделать. Нет никаких ответов. Не думайте, что если вы погрузитесь в учения вроде этого, то ваша жизнь улучшится. Не думайте, что вы станете суперменом или бэтменом. Кто там из них вам больше нравится. Что произошло со всеми этими людьми, которые верили в это? Они ушли. Неважно, во что вы верите, все равно вы не проводите здесь слишком долго. Ваши часы все время тикают. Когда вы начинаете сердцем чувствовать, что вы есть безграничное пространство, тогда что-то начинает происходить. Когда вы чувствуете себя безграничным пространством, тогда с вас начинает спадать вся ваша ерунда. Тем не менее, не убеждайте себя, что вы есть безграничное пространство. Вы просто наблюдаете, вы смотрите, вы становитесь свидетелем. вы смотрите на внешний мир и видите деревья, горы, планеты. Все это находится в пространстве. Все вещи, которые вы наблюдаете, представляют собой наложение на пространство. и вы начинаете рассматривать свое тело. То, что кажется вашим телом, подобно деревьям, луне или солнцу, оно кажется вещью в себе, и оно также находится в безграничном пространстве. Благодаря тому, что вы в состоянии наблюдать это, видеть это, чувствовать это, к вам придет понимание, что вы должны быть этим безграничным пространством, ибо ваше тело, ваш ум и прочие вещи этого мира связаны с ним. И когда вы начинаете рассматривать это таким образом, ум становится все тише, тише и тише, пока не приходит день, когда он полностью пропадает. Тогда вы становитесь в безграничном пространстве, хотя вы по-прежнему кажетесь телом. Это парадокс. Поэтому лучше сидеть в безмолвии и не говорить вообще, ибо когда мы добираемся до подобных вещей, все становится совершенно парадоксальным и смешным. Вы не тело, вы не ум, вы чистое осознавание. Но не принимайте всерьез слова, которые я говорю. Не рассматривайте эти слова как крючок, на который вы попались. отпускайте эти слова так же быстро, как я говорю их. Когда я говорю, что вы это безграничное пространство, что вы это чистое осознавание, не держитесь за то, что я вам говорю. Отпустите это немедленно, ибо когда вы держитесь за это, оно становится вещью, чем-то, что вы добавляете ко всему тому, во что вы верите. Однако, когда вы видите это и отпускаете это, вы сами становитесь этим, такими, как это. Нет ничего, о чем нужно было бы думать. Перестаньте думать. когда вы думаете, портите это. Когда вы пытаетесь быть этим, вы портите это. Солнце не пытается быть солнцем. Вы называете его солнцем из-за его тепла и света. Не пытайтесь быть чем-то. Вот почему безмолвие есть там, где оно есть. Именно по этой причине я делаю паузы между фразами. Это позволяет вам отдохнуть в тишине, прежде чем новые слова смутят вас. В безмолвии есть что-то, что заставляет исчезать интересный ум. Все еще кажется, что у вас есть тело и ум, но вы знаете, что на самом деле вы не тело и не ум, что вы всепроникающее блаженство, что вы парабрахман, за пределами брахмана. Не держитесь за эти слова. Отпускайте их, как только я произношу их. Станьте пустыми. Абсолютная реальность, вот ваша настоящая природа, от них не слова. Что же тогда является абсолютной реальностью? Это безграничное пространство, чистое осознавание, сад читананда, я есть то. Вы начинаете практиковать это, стараясь не общаться с людьми, которые слишком много говорят. Я думаю, это означает, что вы должны избавиться от всей вашей семьи, всех своих друзей и родственников. Если вы общаетесь с людьми, которые слишком много говорят, то это вызывает дисбаланс в вашем уме, и вы не можете сделать ничего для того, чтобы избавиться от я, личного я. Потому что, когда вы говорите с людьми, вы всегда говорите про я, мне и мое. Поэтому я один из самых скучных людей, которые существуют. Мне почти всегда нечего сказать. Тем не менее, вы пришли сюда, чтобы послушать меня. зачем вы это делаете? Учитесь молчать. Вы знаете, что вы способны говорить, но вы все равно молчите, когда вы осознаете свою истинную идентичность, когда вы говорите, как актер или актриса, играющая свою роль. Знайте об этом. Актер на сцене прекрасно играет свою роль, но внутри него глубоко есть что-то, что заставляет его понимать, что на самом деле он не тот человек, роль которого играет. Он может играть роль убийцы, любовника, старика, юноши. На сцене или в кино актер может играть самые разные роли, но он знает, я не такой человек. он не должен высказывать это вслух, говорить об этом и рассказывать это не так ли? Он не должен бежать к вам и сообщать «Я не тот человек, которого вы видели в кино, на самом деле это не я, пожалуйста, не принимайте меня за него, на самом деле я не убийца». все и так знают, что он играет роль, и вы сами знаете, что вы играете роль, что вы актер. То же самое и с этой жизнью. Вы относитесь к своей роли слишком серьезно. Вы слишком серьезно относитесь к тому, что вы мужчина или женщина. Вы слишком серьезно относитесь к своей роли жены или мужа вы слишком серьезно относитесь к своей роли работника и работодателя другими словами вы верите ваше собственное я с маленькой буквы я и это держит вас в рабстве вы хотите все это изменить я знаю что вы хотите обрести полную свободу абсолютную радость абсолютное блаженство абсолютное непоколебимое счастье разве не было бы замечательно если бы вы могли быть счастливы постоянно а не только тогда когда вашей жизни случается что-то хорошее не только тогда когда вы получаете то что хотите в этом случае каждый может быть счастлив это ничего не значит если бы вы выиграли 50 миллионов долларов вы были бы счастливы не так ли покупая новый автомобиль вы будете счастливы покупая новый дом вы будете счастливы если вы найдете мужчину свои мечты или девушку своей мечты то вы будете счастливы так вы думаете и как долго это длится Имейте в виду, что в этих вещах нет ничего плохого, если только вы видите их в правильном свете. Помните, я никогда не выступал за то, что вы не должны ничего иметь, что вы не должны никого любить или что у вас не должно быть хорошей работы. Учение таково. Владейте всем, чем хотите, но никогда не позволяйте тому, чем владеете, овладеть вами. Держитесь истины. Любой ценой выделите время на то, чтобы регулярно сидеть в безмолвии. Когда я говорю о том, что вы сидите в безмолвии, я не подразумеваю медитацию. Я говорю о том, чтобы сидеть в чистом безмолвии. И вы делаете это, глядя на себя, наблюдая себя, вопрошая «Кто я? Откуда я взялся?». Когда я говорю подобные вещи, многим из вас все еще кажется, что «откуда я взялся?» означает «откуда взялось мое тело». Я говорю «откуда я взялся? Откуда я взялся?». Вы отделяете свое тело от «я». Вы вопрошаете внутри себя, вы задаете себе такие вопросы. Что такое это тело? Что такое ум? Какова истина обо мне? Кем я был, прежде чем родился? Кем я буду после того, как оставлю тело? Помните, ум очищается сам по себе. Ему не требуется никакой помощи с вашей стороны. Субтитры создавал DimaTorzok